Губернатор Тверской области 16 марта принял участие в совещании Владимира Путина с руководителями субъектов федерации, на котором президент России объявил о расширении полномочий губернаторов. Мероприятие проходило в режиме видеоконференц-связи. Основная часть совещания была посвящена мерам социально-экономической поддержки регионов в условиях санкций. Речь шла о возможностях дальнейшего устойчивого развития экономики в стране. В частности, дополнительные ресурсы решено направить на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуру, строительство жилья. Поставлена задача минимизировать инфляцию, поднять зарплаты работникам бюджетной сферы, увеличить пенсии и минимальный размер оплаты труда. Сегодня мной подписан указ о дополнительных полномочиях глав региона. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах, а губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу. Напомним, что в Тверской области уже был подготовлен пакет мер по поддержке бизнеса, который направлен в первую очередь на сохранение рабочих мест для жителей региона и на реализацию уже заявленных и перспективных инвестиционных проектов. Надо отметить, что в регионе оперативно отреагировали на указ президента и губернатором Игорем Руденей 17 марта была сформулирована задача в максимально короткие сроки укрепить и повысить экономический потенциал региона. Такое решение было озвучено им в ходе совещания, в котором приняли участие руководители областных подразделений федеральных структур, отраслевых министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований Верхневолжья. По сути, это совещание стало продолжением аналогичного разговора, который накануне провел с главами регионов президент страны Владимир Путин. Теперь же губернатор Игорь Руденя поставил перед коллегами задачу максимальной собранности, ускоренной и качественной работы. И новой не может быть в условиях современного внешнеполитического положения и экономической обстановки внутри страны. Никакой обстановки ни по строитам, ни по инвестпроектам, ни по программам организации быть не дал в условиях. Нам очень важно наладить новое и укрепить действующие кооперативные и логистические связи, дать возможность всем желающим, а также действующим предприятиям осуществить процесс импортозамещения. Перед главами муниципалитетов поставлена задача по более тесной и активной работе на местах с инвесторами, которые бы хотели открыть новые или расширить действующие предприятия по производству продукции, поступающие в настоящий момент из-за рубежа. Большую работу предстоит проделать и парламентариям на всех уровнях, от советов депутатов до законодательного собрания. Необходимо принимать новые законодательные акты и необходимо, по всей видимости, быстро реагировать на изменения в обществе, на изменения в экономике. То есть, возможно, и более быстрые изменения в уже принятые законодательные акты. Я думаю, что депутатский корпус, вне зависимости от партийной принадлежности, готов к этому. То же самое, думаю, и на уровне муниципальных образований. Как известно, на федеральном уровне приняты меры по докапитализации фондов поддержки бизнеса. Введен мораторий на проверки контролирующими органами. Ведется работа по упрощению сертификаций и лицензирования. Подготовлена новая программа субсидированного кредитования малого и среднего бизнеса. Анонсированы кредитные каникулы для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации. Планируется запуск отдельных программ поддержки промышленности, что затронет и Тверскую область. Ведь у нас находится целый ряд системообразующих фабрик и заводов. Мы считаем, что относится наш Тверской обланостроительный завод, Торжевский обланостроительный завод, ТСК и все подрядчики, которые работают на территории Российской Федерации. Сейчас нас интересует сама Тверская область. Напомним, что Тверская область стала одним из первых в России регионов, где был принят план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Общий объем поддержки региональной экономики составит порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. С учетом планируемых к оказанию помощи за счет средств федерального бюджета, объем поддержки может быть увеличен. Продолжение следует...